Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Перерастет в ближайшие час, полтора, два, три часа. Поэтому любые утверждения о ее перспективах являются весьма надуманными. Так что если вдруг вы увидите, что мы в ходе нашего эфира прерываемся, то это может быть воздушная тревога. Кстати, в Тель-Авиве сегодня уже воздушная тревога звучала. А наш сегодняшний гость, наш коллега-журналист Руиса и Радио, город Нью-Йорк, Кирилл Задов. Извините, я только что беседовал с Вимагеном. Кирилл, добрый день. У нас вечер. День, привет. Ну, про наши, так сказать, реалии ты уже знаешь. Я бы хотел с тобой поговорить о том, что происходит в Соединенных Штатах. Итак, громкий скандал с тем, что суд все-таки вынес решение по поводу Дональда Трампа, по поводу его сексуальных домогательств. Суд отверг версию с изнасилованием, но сексуальные домогательства на него повесили. Что это и как это повлияет вообще на предвыборный расклад в Соединенных Штатах? Значит, во-первых, по суду, по самому. Очень интересную формулировку, с которой суд вынес свой вердикт, что он more likely than not домогался, госпожа Коннор. Переведи, пожалуйста. Переведу. Более вероятно, чем нет. Это примерно в духе богатства. Браво, браво. Более вероятно. Неселесообразно, чтобы арендовать не могло. Эта очаровательная женщина утверждала, что, ну, во-первых, это было, по-моему, 20 лет назад, если я не ошибаюсь, да? Что он ее изнасиловал в кабинке там где-то в этом самом магазине. Нет, нет. Это был магазин в примерочной комнате. В то время он был генеральным профессором и главой Мисс Вселенная, естественно. И именно вот ее, ее он изнасиловал и до нее он домогался. А она была конкурсанткой этого Мисс Вселенной? Нет, она журналист. Секундочку, то есть ему было мало вот этих Мисс Вселенной, да? И вот он решил ее. Это как сказал Путин, что когда приезжал Трамп в Москву, а он тогда еще был главой конкурса Мисс Вселенная, из Трамп-билдинга и вся эта история. И тут же, конечно, Трамп, который продюсирует Мисс Вселенная, сразу заинтересовался женщинами с низкой социальной ответственностью. Понимаешь? Такая же точная история. Типа вот сейчас, да, но вот эта формулировка, мол, I think it's not, да, более вероятно, чем нет, она совсем не судебная. Значит, ему это гражданский иск, не уголовный, не криминальный, поэтому версия изнасилования, как бы тут вообще, если ты это изнасиловать, то не может быть граждан. Нет, ну тогда должен быть сначала криминальный иск. Теперь 5 миллионов, которые на него повесили, сам Трамп говорит при этом, что я ее не знаю, я ее никогда не видел. Подожди, секунду, секунду, Кирилл. Может, вообще, может, в этой кабинке было темно просто? Он не знает, кто это. Это примерная кабинка. Кто это? Он изнасиловал и не знает кого. Адвокат Трампа сказал, что он пойдет, естественно, на апелляцию. Это суд первой инстанции. Теперь, теперь к шутке в сторону. Самый главный вопрос, как это все и другие кейсы, которые есть, могут повлиять непосредственно на избирательные шансы его, на его внутри республиканской партии популярность. Для начала. Все эксперты, как один, говорят, что хардкор его, те, кто его поддерживает, в основном, они все... Самый главный вопрос, как в республиканской партии его основной базе к этому отнесутся, и каковы его избирательные шансы, тогда в ситуации, если кроме этого судебного иска, еще и другие, материализуются в какие-то обвинительные приговоры. И эксперты говорят, что, в принципе, пока хардкор его, естественно, не пострадает, не двинется ни вправо, ни влево. Это первый момент. Но если будут еще обвинительные заключения, даже в хардкоре республиканской партии могут появиться те, кто начнет сомневаться. И это может уменьшить его шансов победить десантиса, если на праймарис в итоге. В финальном раунде праймарис республиканской партии будут именно эти два человека. Десантис еще официально не объявил, но скоро ожидается объявление. Все так выглядит. Но для общей массы людей, особенно для неопределившихся, конечно, если это будет нарастать, и количество обвинительных приговоров будет нарастать, если, то это, конечно, для общих выборов нехорошо. Но ты же понимаешь, да, что это очень похоже на какую-то подсталу. То есть эта девушка молчала десятки лет. Мало того, в предыдущую избирательную кампанию Трампа кто ей мешал, так сказать, вспомнить вдруг, да? Но она решила вспомнить именно сейчас. Нет, она вспомнила это в 2019 году, когда движение Мету было в саром разгаре. Но тогда ей не удалось довести дело. Все удалось. Иск идет. А, это просто так длится с 2019 года? Там процесс шел две недели. Вот. Это нехорошо. То есть мы понимаем одно, что понимает основная масса наций, пока не совсем понятно. Но хочу сказать, что, исходя из результатов Меттормах вообще, делать прогнозы абсолютно неблагодарное занятие. Вот что я хочу сказать. Поэтому пока надо подождать. Какая будет апелляция? Он может выиграть на апелляции. Если он выиграет на апелляции, это сразу нанесет огромный удар по всем этим планам. И обрубит грядущие иски сразу обрубит. Хорошо, оставим его в покое. А, значит, в Соединенных Штатах происходит сейчас серьезное событие. И у вас меняется председатель объединенного... Как он называется? Председатель объединенных штабов. Комитет начальников штабов, да. Ведь с чем это связано? Это плановая, так сказать, замена. И что принесет вот этот новый человек, который возглавит этот комитет? Это плановая замена. В сентябре заканчивается каденция Марка Милли. И так как медиа никак не покрывали это особо активно, никаких скандалов с Марком Милли не было. У президента с ним никаких проблем нет. Просто тут обычно не продлевается каденция. Приходит ему на смену обычно, если нет войны. Приходит на смену ему Чарльз Браун, генерал, командующий сегодня штаба авиации. И сам по себе боевой летчик, летавший 130 боевых часов. Боевых. То есть он заслуженный дядечка очень. Единственная проблема с этим, он генерал авиации и летчик. О, у нас такое было, если ты помнишь. Вот, это именно то, о чем я говорил в своей передаче. Нас в свое время назначили, да. Назначили его для какой цели? Для размежевания. Никто же не знал, что они его назначили. А тут раз и война. Реально воевать. И как выяснилось, генерал авиации не совсем правильный человек для должности нашего генштаба. Я сам сказал в программе своей, кстати, тоже в бутике, что я не читал отчет комиссии винограда. Но я могу себе представить, что там говорилось, учитывая, что Дан Халуц недолго после этого пробыл начальником генштаба. Я с ним лично знаком. Я к нему очень хорошо отношусь. И он очень приятный человек во всех отношениях. Он герой. И я уверен, что он именно тот человек, который сидел в кокпите самолета и бомбил египетские взлетные полосы в шестидневную войну. Без сомнений. И в емкий пур войну. И что благодаря людям, как он, Израиль сегодня существует. Но сказать, что генерал... Несомненно, я не спорю. Но сказать, что генерал авиации может быть хорошим начальником генштаба с момента 2006 года для меня всегда проблема. Ведь там же получилось, что когда началась вот эта Ливанская война, которая началась, в общем-то, спонтанно, ну, я в двух словах напомню, что Хизбалла похитила двух... То есть совершила нападение на двух пограничников. Похитила... Мы тогда думали, что похитили их живыми, а на самом деле оказалось потом, что это были тела. Их начали преследовать. И с этого началась война. Вот так вот бывает. Началась война. И Дан Халутс, поскольку он был генералом авиации, он заявил, что мы все решим с воздуха. И он стремительно, они опять не объявляли войну. То есть называли, ну, почти как сейчас в России, специальная военная операция, да, потому что, когда называешь война по израильским законам, это сразу включаются определенные законы, определенные законы о компенсациях и так далее, и так далее. Поэтому слово война упускали, просто за него, за слово война не сажали, как в России. Но тем не менее. Вот. И в результате было потеряно время, вот авиация долбила-долбила, но в результате потом пришлось, как бы, так сказать, вводить пехоту и все остальное. Кстати, когда за три дня до завершения он решил ввести пехоту, его спросили, ну, зачем же пехота? Вы уже 30 дней бомбите там, или сколько, три недели. На что он сказал гениальную фразу, я ее всегда использую, самолетов флаг в землю не воткнешь. Это правда? Типа, условно говоря, флаг над Рейхстагом в Южном Ливане? Самолетов флаг в землю не воткнешь. Это понятный момент. Гениально. Как бы, тут нет вопросов. Тогда что так долго ждали? Ну, неважно. Все, сейчас оставили в стороне. Так что с вашим летчиком американским? Вот. Он генерал авиации. То есть, учитывая, что мы сегодня находимся на пороге военного конфликта с Российской Федерацией и потенциального военного конфликта с Китайской Народной Республикой, я сомневаюсь, что генерал авиации это вот правильный человек для подобной должности. Вот что мое главное опасение. Вот и все. А так-то то, что он великий человек, блестящий генерал, декорированный как только можно, и второй афроамериканец в истории, который займет ту позицию, тоже, кстати, на самом деле очень хороший знак, потому что, когда Колин Пауэлл будет начальником гельштаба с 89-го по 93-й, началась буря в пустыне. И для меня это все знаки, да, ну, я еще немножко религиозный человек тоже, я же смотрю, не только с точки зрения политического реализма, но еще и метафизики определенной. И я не вижу в этом хорошего знака. Но человек, он, конечно, очень заслуженный, без сомнения, блестящего интеллекта, потому что ты не можешь быть генералом Америки и не обладать определенными учениями, как и в Израиле, ученой степенью и так далее, и так далее, помимо генералских звезд. Поэтому не вопрос, просто хотелось бы все-таки, чтобы генералом, начальником, вот какая штука, у нас же как, у нас Госдепартамент может себе позволить разные глупости, ну, не глупости, а безответственные заявления делать, да, а расплачивать за это Пентагон. Поэтому, когда Пентагон делает какие-то заявления или боевые генералы, которые командующие реально, они очень осторожны в своих словах, они их очень выбирают, особенно это касается России, угрозы и так далее, и так далее. Потому что они понимают, чем они имеют дело, им потом звонить Герасимову, ему лично, и договариваться с ним, чтобы самолеты в Сирии друг к другу близко не подлетали, например. Есть же еще много моментов, где американские и российские войска соприкасаются сегодня. Периодически. Это очень опасная ситуация в любой момент, которая может вырасти во что-то большее всегда. И русские последние месяца-два ведут себя в Сирии очень резко, очень жестко. Подлетают на расстояние 300 метров к самолету. Это очень опасно. Видно лицо. Это опасно. И они это делают сознательно. Они показывают, что они недовольны американским присутствием в Сирии. Понятно. И есть другие моменты. Есть же украинский конфликт, он уже никуда не делся. И роль Америки в этом конфликте всем понятна. Поэтому в такой ситуации должен быть все-таки, на мой взгляд, генерал, который... Это требует определенного навыка и понимания, как работают все вооруженные силы. Он более дипломатичный генерал. Не тоже дипломатичный. Требуется более широкое, на мой взгляд, понимание, чем может себе позволить генерал авиации. Но я могу заблуждаться. Так мне кажется. Кирилл, раз уж мы заговорили о ситуации с Россией, ну, кстати, в Сирии, я напоминаю, что наши там самолеты очень тесно контактируют с российскими тоже. И у нас до сих пор уже на протяжении многих лет действует горящая линия. И любой взлет израильских самолетов в том направлении, хотя потом появляются там российских СМИ, что вот вероломное нападение, значит, об этом вероломном нападении российский контингент был предупрежден заранее. То есть это чтобы не было никаких сомнений. Да, вот эта горящая линия, она действовала, и слава Богу, действует. И было несколько случаев, когда российские самолеты, так сказать, залетали на израильскую территорию, они заранее об этом предупреждали, извинялись, нам надо развернуться. И все это проходило очень, так сказать, спокойно и тихо. Вернемся к параду победы в Москве. Вот парад президентов, которые вдруг внезапно свалились, высадились в Кремле на Красной площади. То есть если 7 числа еще было непонятно, что кроме киргизского президента и там батьки Лукашенко никто вроде как не собирался, вдруг они все появились, несмотря на явное недовольство в Соединенных Штатах. По-твоему, скажем так, какое предложение им сделали, от которого они не смогли отказаться, и как это восприняли в Соединенных Штатах? Я не знаю, какое им сделали предложение. Я самым главным считаю, на самом деле, понятно, что Лукашенко больной приехал, потому что было надо очень, и скорее всего надо было очень не ему. Я не уверен, что Акаев приехал, потому что это было надо не ему. Я думаю, что он сделал это добровольно. Я тоже самое касается президента Киргизии, тоже самое касается президента Узбекистана. Самый главный для меня удивлением было там присутствие президента Туркменистана. Это очень круто для России. Туркмению вообще никак нельзя заставить сделать ничего, как мы понимаем. И ничего такого нельзя сказать Туркмен Баши, чтобы он полетел. Сам факт того, что они все эти люди собрались там очень важен. Даже сейчас дело не в престиже Путина и не в престиже России. Задача была показать, что несмотря ни на что, так как это парад победы и это 9 мая, то мы все понимаем, что это была совместная вещь. Это была совместная победа. Она бы не состоялась без Узбекистана. Она бы не состоялась без России. Она бы не состоялась без Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии. Также она не состоялась бы и без Украины и Грузии. Но такова сегодня ситуация, что ни того, ни другого главы государства там не может быть. Но даст Бог когда-то в какой-то момент это сможет опять произойти. Я так думаю. почему в прошлом году на параде Победы никто из них не появился? Ну, кроме Батьки, конечно. Кстати, я не помню, Батька был в прошлом году? Я не уверен. Я думаю, что парад проходил. Ну, во-первых, была пандемия. Нет, кто-то один был, я не помню. Я прошу прощения. Нет, никакой пандемии в прошлом году не было. Была. Была. И была официально, и в России была. Просто уже легче было. Уже не было таких прям рекваренностей, но были страны, если не ошибаюсь, Кирилл, Кирилл, но они же не из-за пандемии не приехали. Это, например, например. Также, также, видимо, не требовалось показать что-то более серьезное. Все-таки геополитика, конечно, играет роль. И для этих людей тоже было важно показать, что они не присоединяются к изоляции. Они не изолируют Россию. Они показали то, что они хотели показать. Я не думаю, что они были вынуждены это делать. Совсем нет. Я думаю, что это был взвешенный с их стороны просчитанный политический ход. Они суверенные государства. Они, да, зависят, но Россия не командует Узбекистаном или Казахстаном. Россия не командует Туркменией или Киргызстаном. Да, есть определенные бенефиты от взаимной работы, без сомнений. Но есть еще некоторые вещи, которые больше. Это уже даже не реализм, это конструктивизм. Это немножко больше. Это идентификация советская. Она есть. Все, кого мы сейчас перечислили, все советские люди. Все эти люди росли и родились в Советском Союзе. Росли в одном государстве. Поэтому я как раз тут вижу и не видят от России зла. Кстати, я еще добавлю, что большинство из них, многие из них, по крайней мере, учились в одном институте. Что тоже интересно, на самом деле. Что тоже интересно. Кирилл, спасибо большое. Спасибо большое. Наше время неумолимо бежит. Я напоминаю, что мы беседовали с Кириллом Задовым, Руис и радио, город Нью-Йорк. Подписывайтесь на канал Кирилла Задова. Там всегда интересно и всегда необыкновенно новые и оригинальные материалы. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...